Показалось, что у тебя сегодня был особенный настроен на игру. Это круто. Забивать в таких матчах, побеждать, это очень, мне кажется, очень хороший матч, очень уверенный. Не было после первого тайма опасений, что 0-0, моментов не так много? Были опасения, конечно же, мы были недовольны. Первый тайм не очень получился. Видно было, что шотландцы ушли в оборону и старались поймать нас на контратаках. Но такие матчи, как правило, очень быстрый гол скрывает. И очень важно, что мы забили его, и потом нас уже было не остановить. Показалось, что когда ты забивал первый гол, тебя держали с нарушением правил? Ну, это нормально, это борьба. Просто немножко расстраивает, что когда меня держат, не считают. А если я немножко прям начинаю, потому что меня когда хватает, мне же надо как-то отцепиться. То, как правило, мне часто говорят, ты стронгмен, ты большой, типа, борись. Ну, классно. Я угадал еще с бутиками, поменял, на зелененький поставил, новенький прям. Прям почувствовал еще Гильерми и Марио, говорю, эти ли, эти, они так смеются, непонятно. Я говорю, поставлю на зелененький, мои малыши, их сейчас расцеловал. Очень расстроился, когда в перекладину попал бы в момент? Да, мне даже шотландцы начали говорить, что типа подавал. Я говорю, мне ребята, я говорю, бил, честно, я увидел, что он немножко сместился, он сам не ожидал. Я расстроился, правда, хочет такой. Галешка была бы, конечно, крутой. Но ничего. Кибер обыграл сегодня Казахстан. Хотелось сегодня все-таки решить выход здесь именно? Ну, если не лукавить, то да, я смотрел онлайн, видел, что 1-0 было, потом 1-1, думаю, ну все, хорошо. На удивление, Кипр молодцы, дожали 2-1. Ну, ничего страшного, у нас свои задачи, мы продолжаем. Ничего страшного, мы постараемся Кипр обыграть там. Кипр обыграть там.